Люди, которые приходят, слушают лекции, слушают интернет, приходят на семинары сегодня-завтра, это люди, которые в какой-то момент что-то с ними произошло, и они стали искать путь. И в какой-то момент, как духовный, любым словом, как приятный это можно назвать, то есть человек не устраивает эту лестницу, и он начинает что-то искать. И вот может ли пари рассказать, в какой момент это произошло, с никого, этот осознанный поиск? It seems like those people who attend your lectures, who listen to you through internet, these are kind of people who changed in some way, at some point. Like they were not satisfied anymore with the usual world, they were starting to search for something higher, something spiritual, and if it happened to you, could you please tell shortly, how did it happen, Ben? What? The desire is to make a transformation? У меня это в виду желание как-то изменить свою жизнь, да? Провести какую-то трансформацию. Осозненно, да, понять это, как можно что-то делать, чтобы не устраивать это повреждение. У меня не было просто линейное восприятие. У меня не было просто линейное восприятие. Я думаю, у многих людей такое есть опыт, и я никогда не удовлетворялся, не чувствовал себя комфортно в обычных ситуациях. Всегда сомневался. Но вот уже когда я на включительном курсе университета учился перед выпуском, у меня были уникальные возможности встречаться и общаться с очень необычными людьми. У меня была такая должность, такое положение, которое позволяло мне общаться с кем угодно, свободно, с любым человеком, с группами, с музыкантами, которые приезжали, посещали наш университет, я мог спокойно выделять для этого время и общаться с ними. И я был как раз в первом экспериментальном колледже, это был эксперимент государства в рамках этого университета, я был в первом таком эксперименте. Вообще об этом много, можно чего рассказывать, но надо сказать, что был очень такой необычный, странный эксперимент. Но в то время мне стало очень любопытно. Я заинтересовался различными формами духовности, духовного развития, которые не являлись популярными, общепринятыми в то время. И тогда только начинали распространяться восточные философии, я привлекся дзен-буддизмом. Я также занимался фехтованием в колледже и из лука стрелял. И вот когда я практиковал стрельбу из лука, я делал это также с помощью методов буддизма, дзен-буддизма, когда лусеник, он нацеливается на цель и полностью погружается в это состояние, забывая обо всем, с полной концентрацией. При этом так и не выпускает стрелу. Конечно, в то время, если вы знаете, наше поколение, все это было связано с пробованием ЛСД и так далее, поэтому я не могу сказать, что это такой совершенно невинный мой духовный опыт. Но, понимаете, мы делали то, что нас впечатлили. И в то время, моя взаимодействие на святую жизнь изменилось. И я понял, что это было в направлении, в которой я был более комфортен, чем в направлении, в которой я двигался академически. Но, так или иначе, я делал то, что мне нравилось, и я могу сказать, что именно в то время у меня появилось совершенно новое восприятие, я утвердился в новом восприятии в этой духовности, и то традиционное академическое восприятие религии и духовности, оно меня больше не устраивало. На самом деле у меня тогда были очень большие академические возможности, мне предложили пройти программу ускоренную экстерном обучении через магистратуру сразу же в докторат. И я отказался, потому что, когда я просто пытался представить себе будущее в этом направлении, я просто не мог себе представить себя в этом академическом пути. И, в то же время, мое занятие музыкой было как раз на острие чего-то совершенно удивительного. И прямо в разгар всех этих событий я закончил университет, защитил диплом, я проехал к своему другу и встретил там духовную группу, и вот эта встреча поменяла всю мою жизнь. И поэтому, таким образом, это был как раз тот момент, когда я для себя понял, что я не тот человек, который пойдет обычным академическим путем в этом мире, и я решил, что я хочу идти необычным путем, другим путем. Это, на самом деле, одно из таких решений, которые люди склонны принимать, когда они очень молоды и исполнены идеализмом. Это было связано с некоторым протестом против того, что есть то, как жили родители, окружающие свидетели. Was it somehow related to some form of protest against the usual order or the way your parents lived your life at the time? I had already been through the protest thing. Our university was very famous as one of the leaders. There were two main leaders of the serious revolution in America. We did things, I mean, I don't even want to talk about, and that form of rebellion and protest was part of my whole, well, a major portion of my university life. So I had already gotten that kind of thing out of the system. And I had already concluded that a violent form of protest gets the attention, of people, and it may make you feel quite good about what you're doing, but it doesn't really transform things. In fact, it creates a kind of impasse where the people you're protesting against get stronger and you become more agitated. At least that was my conclusion. And to that point, I came to realize that any violent or aggressive forms of protest are very well attracted to people's attention. They may give you some good feelings for yourself, but they don't really allow you to change the society. And more importantly, it often leads to the fact that what you're protesting, it becomes even stronger, You have to understand my generation. I was born in 1948. By the time I was in, like, first or second grade of school, the Russians, you guys, had already gotten the atom bomb through these Rosenbergs who were the spies. So, the Americans were completely programmed that at any moment we could all be killed by these terrible Russians. So, instead of a nice, pleasant childhood, we had to go do these drills where we would hide under our desks to protect ourselves from the roof that would fall in when the atom bomb struck. Just think about that. Just think about that. And, simply imagine that вместо спокойного, счастливого детства, у нас постоянно проходили эти тренировки и учения, когда мы представляли, что, как будто ядерный взрыв, нас заставляли прятаться под порту, чтобы там укрываться от падающей крыши, которая падает в результате ядерного взрыва. Конечно, шесть-семь лет дети, они вообще не задумаются, какой идиот все это придумал, что какая-то деревянная парта может защитить от всего этого, но мы просто послушно тренировались. Так мы выросли в этой идее. В конце концов корейская война только закончилась тогда. А коммунизм начал в Китае просветать, коммунизм был уже повсюду. Потом Хрущев вышел на сцену с ботинком, стучал, говорил, мы вас в землю закопаемся, похороним. И потом на мой днём, в 1962 году, я смотрю на телевизор, Кеннеди приходит и говорит, что там все эти атом-бомбы в Киеве, и мы их убьем. И я думал, что я умер на мой днём. Представьте свой день рождения в 1962 году, я смотрю телевизор, а там выступает Кеннеди и говорит, вы знаете, там уже на клубе ядерные ракеты, и сейчас скоро мы все умрем. Я думал, о Боже, неужели я в свой день рождения умру? И это так, как я вырос в этой атмосфере. Не всегда. Мы имели кипсы и кипсы. Но, я имею в виду, там была эта мягкая атмосфера. Эта тенция, эминственная уничтоженность. Просто представьте, какой атмосферой я вырос. Не так, что это прям каждый день так было. Иногда мы ели мороженое, чипсы, но по сути это была атмосфера пронизанная постоянной опасностью тотального уничтожения. И вот как раз к тому времени, когда развязали вьетнамскую войну, мы были как раз то поколение, которое всеми способами пытались призвать на эту войну. И мы как раз в тот момент уже сказали, нет, все, хватит. Мы не хотим больше участвовать в этих кучке сумасшедших, которые только постоянно думают, как бы друг друга убивать. И отсюда как раз появились вот эти все очень бурные призывы к миру, лучше давайте заниматься любовью, чем войной и так далее. Как раз от этого детства, этого поколения, которое выросло в постоянной угрозе уничтожения. Я полагаю, что как раз в совокупности все вот эти факторы, эти войны, вьетнамские войны и так далее, то, что я перечислил, они привели к этому открытию. Открытие к новой форме духовности, к новой форме сознания. И вся эта революция появилась в таком способе, что мы будем делать все лучше. И этот бунт, это восстание, оно проявилось как раз именно в том, что мы все будем делать по-другому, мы все сделаем лучше. Но я уже тогда посмотрел на все это, как бы, в целом со стороны, при том, что по сути-то я был как раз на передовой. Но я посмотрел тогда на это и понял, что нет, из этого ничего не получится, потому что эти ребята, они не понимают, что они делают. Все буквально тянут воз в разных направлениях. Все хотят мира, да. Мы все хотим любовь. Мы все хотим, чтобы все было хорошо у всех. Но один тянет в одну сторону, другой в другую, один хочет так, другой сяк, и, очевидно, что никогда не будет согласия. Так что я реально даю себе отчет трезво, что Вьетнамская война, скорее всего, закончилась по экономическим причинам, а не из-за нас. Как обычно, все войны начинаются и заканчиваются по экономическим причинам. Может быть, мы помогли им эту войну сделать менее экономически выгодной. Но, в конце концов, у них все это сводится к политике, к тому, как много денег они могут заработать на этом, как много власти. И тогда я понял, что все общество сводится к деньгам и к власти, к управлению. И я думаю, что когда я сделал эту конкурузу, то, как раз через неделю после того, как я сделал для себя этот фундаментальный вывод, я буквально, скажем так, легко перенесся и пошел путем этого очень духовного общества и движения. Я до сих пор революционер. Но уже совершенно в другом формате. Тогда, получается, вы выбрали религиозный путь, да? А сейчас, насколько у меня вы говорите, что религии не нужны человеку. Как это произошло? В то время вы выбрали религиозный путь. И сейчас вы говорите, что религиозные не важны. Как это произошло? Как это произошло? Как это произошло? Я не говорю, что религии не важны. Я никогда не говорил, что религии уж не важны. Но я бы сказал, что они не актуальны для меня. Потому что, если вы посмотрите, все религии, в сути, это очень структурированные организации. Они структурированы, прежде всего, своими традициями. И, во-вторых, с иерархией, которая у них присутствует. А философия структурирована в категориях того, что что бы вы ни делали, это либо что-то благочестивое, либо греховное. И все делится на то, что вы должны делать, и то, что вы не должны делать. Я лично не нахожу это больше актуальным для себя, но многие люди находят это актуальным для себя, и в этом смысле религии важны. Меня больше всего интересует именно духовная сущность религий, то, из чего религии возникали, ради чего они вообще были. Для чего они были созданы, это именно осознавание себя, осознавание себя в отношении с другими людьми, с окружающим миром, со Вселенной. Сущность здесь действительно в том, чтобы устанавливать эти контакты, связи, либо заново их устанавливать, возрождать связи между друг другом, между всем. И так получилось, что очень часто те структуры, те организации, которые создались в религиях, они противоречат уже той сути, ради которой они создавались, и даже тому, что они сами проповедуют и к чему вас призывают. Так что я не фанатик религий. Я скорее из категории восставших. Бунтовщик, потому что я ясно вижу и понимаю, каким образом то, ради чего предназначена религия, это все сдерживается и этому препятствует та форма, в которой людей призывают и заставляют это делать. Редактора В смысле, те структуры, те rules, те Restrictions públic наст if-up от impacting ваша differential энергия With-up из-повагандо. Это видно, что тыomas как жill- siebie и плоха. Редактора Вы таких как жил- champions сDiscut 해야 системы и могу дать руку, travaille мать. Другими словами, вот те структуры, которым сейчас переполнены религией, всевозможные правила и нормы, они, по сути, наоборот, убивают у него любое желание принимать себя как сущность. Потому что, если вы считаете себя греховным, с какой стати вы захотите себя принимать, любить, обнимать? Вам захочется только отказаться от себя и предаться чему-то. Но это больше относится к христианству, насколько я понимаю. Как я понимаю, это больше относится к христианству, да? Христианство, 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 даже все формы хиндуизма, которые вы видите сегодня, являются проявлениями этих религиозных идеалов. А буддизм тоже оперирует духом? Это зависит от того, кто его представляет. Это зависит от того, кто они приходят. Это зависит от того, кто они приходят. Все зависит от того, кто они. Потому что у вас есть христианство в Америке, Джоэл Орстин. Он просто один из самых прекрасных, позитивных людей, я никогда не видел. Он представляет это так позитивно, что вы думаете, в какой планете этот человек приходит? На самом деле, всегда все зависит от человека. Конкретно человека, который что-то проповедует или представляет в Америке. Сейчас есть один христианский проповедник, Джоэл Остин. Он настолько позитивный, я бы сказал, самый позитивный человек вообще. И когда вы слушаете, смотришь, где выдаешься и удивляешься, с какой планеты могут такие люди появляться. So it all depends on the person, not really. You don't have to be bound by your tradition. We choose to be bound by the tradition because it's the easy way out. Так что, конечно, все зависит от человека. Тут главное, чтобы... Человек, в принципе, он совершенно не обязан ограничивать себя вот этими традициями, нормами и рамками, но люди сами это выбирают. Почему? Потому что это хороший способ, скажем так, выход, легкий путь. It helps us avoid personal responsibility. We say, it's what I'm supposed to do. It's what I'm supposed to be. Это позволяет людям избегать личной ответственности, когда человек всегда может сослаться просто. Ну вот, есть то, что я должен делать и то, что я обязан делать. Все великые пророки, все великые религиозные духовные деятели, у них у всех есть одно большое великое качество, общее качество, в том, что они брали ответственность на себя. They don't say, I have been told, therefore I believe it. They embrace their spirituality, they embrace their responsibility, and they present it as they see it. Они принимали полностью, обнимали свою духовность, свою ответственность, и затем уже представляли ее в том виде, в том образе, в котором они сами ее видят и воспринимают. А позже, следующее поколение уже их вспоминали, смотрели на них и говорили, вот они были пророки. It's not that, you know, somebody comes down and he goes, Prophet. Usually, people want to kill them. Because they're saying something different. Something that contradicts traditional, cultural, religion. То есть, настоящая церковь не может существовать благополучной. То есть, если она существует благополучной, или с деньги, и много последователей, значит, это все. Это не настоящая. The real, the true church cannot exist successfully in this world. As soon as it is prosperous and has a lot of followers, that means something is wrong with it. No, I wouldn't put it that way, although I agree with the spirit of that. I would say that as soon as you have a structure, it always must, as its first and formalist activity, protect itself. And that works against the individual's interests. So, it's a kind of a contradiction that I don't know how to resolve. It's almost as if the spirituality of the future is simply going to be each individual and will have his direct connection to the God, or to the world, to the existence. Because as soon as you have a structure, all kinds of strange things start to restrict and pull down the spirituality. That means every, each one should be a priest to oneself. Oh God, a priest, oh Lord! I would say, in harmony, each person should be in harmony with the Divine. I don't know if being a priest is in harmony. I don't know if being a priest is in harmony or not. I don't know how to pray speaking of a priest before I reach it, but I just want to make peace. I would say, we should know, but instead perhaps, the spirit of faith has turned into us? No, you don't know." Продолжение следует...